В субботу и воскресенье в Ашхабаде проходили масштабные торжества, посвященные 20-летнему юбилею нейтралитета Туркменистана. В центре конгрессов, это роскошный туркменский дворец для принятия высоких гостей, собрались главы Афганистана, Белоруссии, Хорватии, Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Компанию им составили еще около 70 делегаций стран мира и международных организаций. Самых почетных гостей на дворцовом пороге встречал лично гурбангулы Бердым Мухаммедов. В центре повестки дня вопросы безопасности в Центральной Азии, в том числе от угрозы, исходящей от Афганистана и угроз уже самому Афганистану. Как бы ни складывалась ситуация в Афганистане, нет другого решения афганской проблемы, кроме одного – это мирные политические переговоры между основными противоборствующими сторонами под эгидой ООН, заявил президент Узбекистана Ислам Каримов. Сегодняшнее положение дел в соседнем Афганистане можно охарактеризовать как велотекущее противоборство противостоящих сил, в основном правительственных войск и радикального движения Талибан. Усугубили положение форсированный вывод военного контингента международных сил содействия безопасности, а также последующее сокращение внешней финансовой поддержки Афганистана. И закономерный результат, который мы видим, образовавшийся вследствие вывода иностранных войск вакуум, в этой стране уже заполняется теми агрессивными террористическими группировками, которые вытесняются из региона Ближнего Востока. Пора понять, что все мы, образно говоря, находимся в одной лодке. Попытки сильных мира сего обеспечить собственное благосостояние за счет других стран и народов ведут непременно в тупик, откуда трудно выбираться. Сегодня все зависит от всех. И если полыхнет в одной части света, то мгновенно аукнется и в другой. И если мы допустили где-то ошибки, надо их уметь признавать. И, как говорил уважаемый президент Узбекистана, признав их найти в себе силы пойти на уступки и компромиссы для того, чтобы сгладить ситуацию. Ошибки в этом бурном мире неизбежны. И их надо не нагнетать, а решать. Простите меня, это касается и последнего конфликта между нашей Россией и дружественной нам Турцией. Надо преодолеть всякие нагнетания страстей и найти возможность сделать для начала хотя бы полшага навстречу друг другу. И проблема решится. В контексте борьбы с угрозами Валентина Матвиенко предложила создать новый Нюрнбергский трибунал. Международный судебный процесс над террористами и их пособниками, который бы способствовал предотвращению финансирования и снабжения оружием человека ненавистнической деятельности. Отдельная тема ее встречи с Гурбангулы Бердым Мухамедовым – урегулирование вопроса бипатридов и российских граждан, проживающих в Туркмении. Ранее Ашхабад в одностороннем порядке расторг соглашения о двойном гражданстве с Россией. И почти 10 тысяч человек живут сейчас едва ли не на положении нелегалов иностранцев. Сразу хочу сказать, что межпавламенские связи надо все-таки вам. Ну, я имею в виду, в принципе, всем нам большое внимание, почаще встречаться. Потому что время такое, пусть идет на опережение. Ну, это я вам жалуюсь. В принципе, наши законодатели, они опаздывают от правительства. Поэтому надо почаще встречаться. Глава Совета Федерации пояснила, что проблема с бипатридами возникла из-за того, что туркменская сторона полагает недействующим подписанной в 2003 году и нератифицированной российской стороной протокол о двойном гражданстве. На этом основании Ашхабад не признает за проживающими в Туркмении россиянами право на двойное гражданство, полученное после 2003 года. Мы убеждены, что это в основном люди в пенсионном и предпенсионном возрасте. Им нужны оба паспорта, чтобы беспрепятственно въезжать в Россию, например, к пожилым родителям. Они считают себя гражданами Туркмении, вправе получить туркменский паспорт, в то же время по объективным причинам не могут отказаться от российского гражданства, подчеркнула Матвиенко. Киргизские и белорусские президенты во время конференции взяли смирить Россию и Турцию. Хотел бы полностью поддержать призыв моего коллеги президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко к Российской Федерации и к Турецкой Республике Восстановите скалацию напряженности в двухсторонних отношениях. Восстановите добросетские, партнерские, дружеские отношения, которые были до недавнего времени у этих двух близких к нам, братских к нам стран. Еще одно важное событие – запуск строительства международного газопровода ТАПИ, то есть Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Протяженность ТАПИ состоит около 1800 километров. Его ветка пройдет с юго-востока Туркмении в Афганистан, затем между афганскими городами Герат и Кандагар в Пакистан и в итоге достигнет индийского штата Пенджаб. Мощность газовой магистрали превысит 38 миллиардов кубометров газа. 773 километра трубы пройдет по территории Афганистана. Кабул уже заявил, что создаст специальные войска для защиты газопровода. Прозвучало это на фоне сомнений Пакистана, который готов даже сам надавить на талибов, чтобы обезопасить ветку. Потеряет ли Россия с вводом ТАПИ индийский, пакистанский и даже в перспективе турецкий рынок? Насколько реальны перспективы строительства газопровода в не самом спокойном месте планеты, рассуждал эксперт. Это никак не скажется ни на позициях России, ни на позициях Туркмении и Туркменского газового рынка. Никак не скажется. По простой причине, что этой трубы в ближайшее время не будет. Туркменский не открыл проект. Он много раз публично и с помпой объявлялся о начале строительства трубы. И этой трубы не может появиться по простой причине. Труба предполагается с участием Турции, которая вовлекается сейчас в очень крупные войны. И войны связаны не только с ударом по российским воздушно-космическим силам, но в первую очередь войнам, связанным с созданием Курдистана. Перемены позиции Америки, которая начинает бить исламское государство, что означает и удары геополитические, и достаточно жесткие. По спонсорам исламского государства, по Турции, по Саудовской Аравии, Катару и Пакистану. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...